я прошу тебя в энерго информационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1978 года воплощенной на земле один два три нашла снимается все маски и голограммы фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду 1 2 3 марина выходит из своего биоробота становится рядом с ним тонкое тело выходит еду и команду если чужеродные коллограммы купе находится в ее тонком биороботе они выходят и становится рядом с тонкой копии 1 2 3 да будет так атака есть но она вышла только она вышла не копии есть голограммы копии голограмм нет но у нее тонкое тело она тянет что-то как груз у нее на ногах сильный ага хорошо защищаем физический биоробот защитными потоками из энергии абсолюта берем ее в защитный скафандр на период работы с тонкими телами и поднимаем ее на счет 3 в комнату диагностики 1 2 3 пошел подъем мы здесь хорошо мы приветствуем марину интересуемся готова ли марина к диагностике доверить ли она нам свои биополе на период сеанса накивает у нее во рту кляп да ты что на ногах как груз как знаешь такие камни бетонные на которых она стоит будем сканировать или будем отправлять вручную как думаешь вручную понятно хорошо и я даю команду кляп выходит из ее рта на 4123 силами его намерения зависает перед клеткой и я даю команды и то на чем она стоит что ее там притягивает вниз этот постамент силами его намерения на нас ходит с него он выходит и зависает в воздухе перед ней один по три руки связаны руки как привязаны к этим внизу куда-то и разрезаем освобождаем руки разрезаем эти энергетические веревки на счет 3 1 2 3 не между собой а в стороны они связаны в разные понятно мы разрезали их сняли да хорошо и что еще осталось на ней висит из такого что тебе мешает но пока вот это только мешало хорошо я даю команды все это что висит сейчас перед мариной отправляется в клетку тюрьму 1 2 3 этот постамент это как два кирпича только не как бетонный таким серым цветом и кто такой добрый сейчас не буду выстраивать канал пусть сканер сначала отработает и я даю команду сканеру сканер начинает сканировать все пространство над головой 306 заложником 1 2 3 сканер начинает сканировать систем тонких тел все каналы проявляются становится ярко красным цветом ты их видишь четко ясно ну вот начнем с красного тела да у нас сидит здесь демон в клетки значит дальше идем оранжевое тело у нее как в кокон сделано за куза плетено и его вообще не видно но пустое запутано кокон в какой-то инсектоид вместе с желтым телом и дальше что так трудно тебе мешает кто-то да там что хорошо дракон это какой синий и у него 1 2 3 головы чуть громче говори пожалуйста 1 1 голова хорошо цифра над головой считай 1 2 3 5 0 25 хорошо 5025 дальше демон инзиктоид синий дракон арахноид вылазь арахноид и арахноид там еще кто-то должен быть если черт сейчас присутствует в этом теле загораются ярко красным цветом ты его ищ на всех фантомах 1 2 3 он в клетке с демоном он уже в клетке хорошо он за ним прятался да понятно хорошо начинается получается пять каналов демон цифры считай пожалуйста него на головой 1 2 3 20 герцовый хорошо дракон не воздействует на тебя но он недоволен там на защита стоит в клетке так что и я достаю печать дракона активирую на полную мощность на счет 3 1 2 3 печать активирована скулит дракон я сейчас тебе задам вопрос ты нам мешал сегодня подниматься в поток абсолюта ты выставлял нам килограммы ты воздействовал нас да значит ты мешал нашей работе уменьшаю дракона в два раза силам его намерения 1 2 3 да будет так отлично тебя сейчас еще раз два раза уменьшу ты не туда попал это касается всех присутствующих вы знаете куда попали демон знает и ты пошел на этот риск да ты знал что ты попадешь ко мне сомневался сомневался это такое дело так он тоже сомневался хорошо так задаю вопрос арахноид как долго ты находился в этом теле четыре года хорошо так демон как долго ты находился в этом теле два года как ты зашел по контракту или тебя кто-то послал или ты сам зашел на разведку зашел да я тогда обращаясь к кинзиктоиду как долго ты сидел в этом биополе сейчас подожди тема насчет говорит да черт когда зашел он смотрел он смотрел насколько легко понизить ее вибрации оказалось что легко и он пригласил демона благодарю за развернутый ответ очень понятны и всем понятно кто слушает вот так происходит и подселение понижение вибрации приходит черт зовет демона он делает свою работу вот так люди поехали дальше значит инзиктоид как долго ты сидишь в этом теле 7 лет 7 лет очень долго инкубатор оставил там и дракон как долго ты находишься в этом теле найдет 15 15 лет я еще раз спрашиваю дракон или ты не будешь коммуницировать я начинаю на тебя воздействовать у меня есть 7 методов воздействовать 15 лет как ты подселился как ты вошел в ее биополю что ты ей пообещал каким образом ты предстал перед ней какой контракт и к ней подсунул я бы сейчас достану и буду сжигать на твоих глазах слабость усталость что ты предложил ей как ты вошел в ее биополе ты должен был ей что-то предложить и она тебя должна была впустить что ты ей предложил это второй последний раз я спрашиваю после этого я начинаю доставать контракты и сжигая их вместе с тобой что-то с ребенком связанное показывает вот маленький ребенок от этого места и подробнее давай сыграл на страхе за ребенка он пообещал светлое будущее и какое светлое будущее ты и дал воспользовался и телу и энергии а в образе кого ты предстал перед ней какого святого женского какого-то женского это все что надо было услышать хорошо так я объявляю программу на сегодняшний день вечер вернее вы обнаружены вы находитесь нелегально в этом биополе я уполномочен мариной провести чистку ее биополя вытащить всех интерферентов расторгнуть все контракты убрать все эгрегоры сейчас начнется процесс реверса энергии мы будем отдавать вам все темную энергию после этого мы заберем всю светлую энергию после этого я дам команду каждому в отдельно выйти из клетки вытащить все что он оставил биополе после и доложить мне вернувшись а в клетку после этого я провожу скан проверку двумя миллионами герц если кто-то что-то оставит он по каналу сгорит в этой клетке поэтому я рекомендую доставать все все кто пройдут проверку отпускается на их чистоту всем понятно да хорошо дима на чё ты сказал что ты сомневался скажи мне вот я тебе что-то не верю мне кажется что ты мне рассказываешь истории и за то чтобы забрать вот эту жирную ляру да он думал дракон мешать будет а в этом плане а марина уже пыталась как-то надеялся на защиту дракона понятно а дракон скажи мне уже пытались тебя вытаскивать ты обманул всех вот он кляп показывает что он в рот поставил это конечно очень некрасиво то что сделал потому что так я еще не видел никого так беспредельщики даже демоны так не поступают вот я не видел чтобы кляп демон вставлял в рот кому-то не видел ноги связывал руки связывал гири вешал все что угодно но в рот засовывать кляп это ты знаешь это никакого к тебе уважения просто нет какой-то недостойный противник хоть ты пять тысяч двадцать пятого уровня и тебе наверно более сколько тебе лет человеческих годах дракон в нашем летоисчисления очень мало вы живете а это не ответ на мой вопрос еще один неправильный ответ 100000 герц будет удар все отвечают только на мои вопросы абстрактный ответ я не понимаю и так сколько лет я в человеческих годах 60 60 лет и ты уже пять тысяч двадцать пятого уровня или как это получается объяснили или ты особый какой-то обычный ладно хорошо будем проверять обычно ты или необычно вместе методы проверки вы даже не представляете и перед тем как вы меня попытаетесь обмануть я уже буду об этом знать и я даю команду тонкой копии марины спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам ответственно за чужеродной негативной патогенной низкой вибрационной энергии в ее биополе один два три начали выстраиваться каналы сущности каждый подходит к своему каналу и я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкой вибрационной энергии откат всех негативных программ негативных мыслеформ пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к марине энергии страха энергии неуверенности энергии всех болезней все что она могла получить от них возвращается к ним усиливаем потоки скажи дракон а если тебе сейчас вот идет кирпичи на ноги вот эти камни одену ты сможешь летать он так заземлялся нет он не сможет летать вот видишь ты так заземлялся но ты же тормозил человека этими камнями этими кирпичами а если 10 еще кляп в рот засуну чтобы ты не смог позвать на помощь и защищаться не смог и даже пламенем не смог бы плеваться что ты будешь делать и руки тебе свяжу вот как ты бы и крылья свяжу вот и с кирпичами и со связанными крыльями как тебе такой вариант не делай этого хорошо наблюдаем за реверсом он у нее и понял он у нее забрал он ее забрался 4 дожди зеленая голубое и синие чакры он сидел я даже не знаю дракон как ты сможешь сегодня это все выпрямить выгладить чтобы это было более-менее акцептабельно с моей стороны исправить ситуацию потому что я вижу тебе самого большого интерферента и самого большого паразита нанесу удар аж по трем чакрам он их в одну превратил ты их превратил даже в одну чакру ты убивал все три ты убивал их просто ты их убивал и все эти чакры и убивал человека ну что ж сила моего намерения одевается ему эти кирпичи на ноги 1 2 3 хорошо и остаются там ничего не может сделать наблюдаем за реверсом и устанавливаем фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса марина забирает с чистую светлую божественные энергии обратно пошли энергии божественные чистые 1 2 3 все что у нее похитили все не изъяли до последней капли возвращает марина себе обратно она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно усиливаем потоки в 50 раз до последнего микрона возвращается все в ее биополе вот инсектоида должен снять оранжевого тела вот это сейчас какую-то как что это не знаю кокон какой-то хорошо так инсектоид а реверс она же идет вверх но он не идет туда хорошо и силами его намерения этот кокон до последнего микрона выходит сейчас из биополе марины 1 2 3 зависает в воздухе сейчас пошла энергия и отправляю этот кокон назад в клетку к инсектоиду похож на доме который осы делают вот это дракона даже радость идет энергия радости но он все украл еще от него идет информация что марина но пыталась бороться с ним постоянно она развивалась как могла и потому он и этот кляп сделал что тормозить ее развитие знаешь как это называется это ты забрал человека право его законное право на развитие на использование своих энергий ты тем самым нарушил ну как минимум законов 10 мироздания что он считает уже своим телом ну то что он считает своим телом я ему сегодня покажу какое его тело будет после этой встречи с нами если он вообще уйдет отсюда не легче его в галактическое ядро скинуть потому что это страшнейший паразит как оказалось больше всех за 15 лет нанес ущерба человеку еще этот кляп а это вообще уже беспредел не знаю может тебя действительно отправить куда-то межгалактическую полицию пусть они тебя посадят лет на 40 земных что ты там подумал у нас и такая возможность есть если ты думаешь о своей безнаказанности так это нет это не так он как стонет как-то так головой крутит я еще ничего не включал я еще все одену на него все что он установил в ее биополе и не дай бог он нанес вред какому-то тонкому телу за 15 лет это ты посмотришь дракон что тебе будет сегодня хорошо вера ревер закончился или еще продолжается хорошо ревер закончился так приступаем к процедуре вытаскивания всего что есть вера посмотри есть там лярва на теле на спине лярва остается висеть на месте я даю команду демону демон выходит вытаскивать вместе с чертом все что они установили он ей рогами давил вот эти говорил за рога там холод шел и снизу живота не с живота он не давила протыкал тоже беспредельщика когда сидел а если он станет он во весь ее рост они сняли все хорошо поехали дальше инзектоид я прошу тебя выйти сейчас вытащить все свое жидкость все что ты мог оставить инкубатор любые частички на на частички начать понимать по этим частичкам я тебя опять вытащу ты это понял приступает заложишь как закончишь тела стали вернулись цвета после реверса энергии но они не полный что-то вернулся что-то конечно они во-первых синхронизированы с ней до сих пор рассинхронизацию буду делать сейчас вот этот вот инсектоид он как какой-то ковер сворачивает у нее в оранжевом в трубочку сворачивает в оранжевом теле готовил себе место ночлега с какую же целью их создали коврик для йоги да ты что такое вот идет сочетание а зачем ты этот коврик там оставил арахноид сплел вернее какая цель его предназначение у него нет инкубатора но он занимает два тела на желтом он был сам а из оранжевого он сделал себе место может быть дальнейшем поставил в этом инкубатор но вот он сплел вокруг вот этот дом сделал себе коврик яйца есть там его нет пока нет хорошо игос ждал наверно себе супругу туда хотел привезти правильно запу может быть но пока нет нет инкубатора нет желтое тело в слизи да а вот оранжевым он там понятно построить дом пригласить жену слушать вообще с ума сойти а вот он там общался наверное потому что у него такое место как закрытое полностью это тело было и он там как телепатически не общался с кем с ней или со своими со своими понятно хорошо все забрал так у нас остался еще не дракон не вытащенный да а что у нас еще есть арахноид который сидит на голове сидел у нас 2 арахноида у нас инсектоид и арахноид вот таки а это кто и не сейчас забрал сейчас желтое иранжевое тело арахноид он на самом верху на голове фиолетом а кто а кто сплел вот эту корзи инсектоид хорошо значит арахноида очередь да да арахноид давай пожалуйста выходи вытаскивай все ты все знаешь ты все слышал ничего не оставляешь уходишь здоровым что-то находимся сгорает он вот показывает он я как массаж делал вот этими ногами своими длинными он и прокалывал голову вытаскивал лапы прокалывал и вытаскивал это массаж называется саживался он там кружился на голове вот таким путем переставлял лапы внутрь длинные свои знаешь какая-то страшнейшая головная боль арахнои ты головную боль вызывал у нее да свое место делал там вот он откладывал там это вызывает головную боль я спрашиваю протыкание лапами идет определенные вибрации от нее да вот и причина головной боли поехали дальше хорошо он все вытаскивает или что там еще копошится на чем вытаскивает у него голове у нее голове как паутины такие сплетены и там он кто-то есть на них у тебя есть потомство арахноид да есть хорошо все вытаскивай добрал хорошо у нас дракон остался да хорошо что там осталось оставил он ты видишь вера но не ослеплены все три эти тела здесь даже не понять где как хорошо устанавливается специальная прозрачная защита отражающая дополнительно и дракон сейчас выходит на своих кирпичах и вытаскивает все что наставил биополе возвращается потом назад если что-то найду сашку сразу при проверке если не уберешь не может идти в кирпичах ты уменьшу хорошо убирая кирпичи сейчас он выходит из кирпичей 1 2 3 вот вытаскивает все что он оставил сделает глупость это будет его последняя глупость из спины у нее какая-то как шнуровка но я бы сказала такие из одного места она только выходит из одной точки вот он ее выдернул эти тела не начинает распадаться нами между ними как клей тянется вот такая а это в его интересах это все убрать это вот частичку клея там найду он сажен он сгорит меньше работы будет он должен привести все в такое положение и ситуации как было до того как он пришел в это биополе если останется вред от него это будет последнее что он видит это нашу комнату диагностики а потом галактическое ядро тело в них еще есть какая-то энергия но голова у всех трех тел абсолютно пустая вообще нет энергии света не вредитель просто паразит нам вытаскивать с третьего глаза на таскивает провода какие-то и пластину таскивают устройство какое-то на плечах снимает а из головы вот он снимает как какой-то ну я бы сказала шлем что-то такое с этих тел возможно поэтому не было видно да что она как бронированную какую-то сделал на плечах вот как лат и шлем вот этот провода внутри он ее направлял туда куда хотел пытался да пытался потому что она все равно развивалась то есть он не был таким агрессивным в начале питался просто энергией а вот последнее время он ее вообще то есть он боялся что на своим развитием избавиться от него него даже какая-то как ревность к ней что ли не просто избавиться он стоит просто на грани уничтожения сейчас сейчас решается вопрос будет он вообще или не будет правильно волновался абсолютно верно но вот именно из-за этого вреда который он сделал это несравнимо с инзектоидом даже с арахноидом то что ты сделал ты реально мешал они хоть делали то что они должны делать они другого не знают но ты реально мешал ей развиваться ты даже кляп в рот вставил чтобы она о помощи не могла попросить и и не произнести там какие-то вещи поэтому я вижу твою изглавредность я боюсь что он ее клеймил не как клеймо на этих трех телах вот так дракон хочет я сейчас такое клеймо поставлю на все тело если это ты сейчас не уберешь говорит что это печать контракта в общем он ее из последних сил пытался удержать она видимо из последних сил искала выход избавиться редкостный вредитель реально редкостный вредитель не знаю что с ним сделать редки так вера тогда будем сейчас расторгать контракты давай поднимать иначе мы ничего не сделаем хорошо так он вытащил все сейчас да он вытащил и вот у него голова сейчас появилась и улыбка на лице более меня на руки трогает где связанные были я понял хорошо значит так переходим сейчас следующему к уничтожению контрактов и по закону свободы воли души и законному свободному праву распоряжаться собственными энергиями марина должна взять ответственность за свою жизнь свои руки выразить это намерение она готова это сделать да готова хорошо я говорю вслухая тонкая копия пусть повторяет за мной я вызываю все соглашения контракты договоры контрагента а также всякого рода дополнения к соглашениям контрактам и договорам один два три вышли договора марина знает что она делает она горит я так давно это ждала отлично и энергии от нее такие идут вибрации сильные вышли договора да хорошо и этот договор с драконом красным цветом загорается один два три но он один действующий я имею да он один действующий остальные они пустые хорошо все она хочется всеми с ними расстаться да конечно отлично пусть повторять за мной внутренней властью моего суверенного я я объявляю что все эти соглашения ноль и аннулирован души и законному праву распоряжаться собственными энергиями пошел возврат энергии и тут и энергии все до последнего микрона усиливаться потоки все назад возвращает все свое возвращает себе назад она дракона говорит я тебе говорила что я с тобой справлюсь расправлюсь да дракоша твои шансы становятся все хуже и хуже готова отлично хорошо открывается портал в галактической ядру 1 2 3 и контракт улетает галактической ядру до последнего микрона все улетай в галактической ядру закрывая печатной растворяя вера готова да я не слышу ты не сказал я не сказала я на нее смотрю просто у нее энергии появились все на руки расставила в стороны это все хорошо это они убрали все сейчас да да так у нее эти печати видны еще есть или печать нет а не пропали заполнили их отлично все я подхожу к сейчас к марине кладу руки свои на плечи и свои суп не стоп делаем скан проверку и я даю команду сканер начинает сканировать все 7 тонких тел марины находит любые остатки негативной энергетики интерферента моментально загорается ярко-красный маячок и ярко-красный маячок загорается над клеткой ответственно 1 2 3 сканер начинает сканировать все 7 тонких тел находят малейшие микроны чужеродной энергии не есть энергия надо рассинхронизировать есть драконом драконом инсектоидом арахноидом понятно хорошо сделаем сейчас пусть к найдет все если что-то осталось из артефактов нет все все забрали чисто хорошо и я даю команду начин на счет 3 начинается рассинхронизация с энергии синего дракона 1 2 3 марина забирает свои энергии так он забирает свои энергии пошла рассинхронизация и даю команду инсектоиду инсектоид начинается рассинхронизация между твоей энергетикой энергетикой марины на счет 3 ты забираешь свою энергетику марина забирает свою 1 2 3 начинается рассинхронизация с инсектоидом пошла энергетика арахноид начинается рассинхронизация с энергии арахноида на счет 3 1 2 3 арахноид забирает свою энергетику, Марина забирает свою энергетику, идет полная рассинхронизация всех энергий и вибраций. Каждый забирает свое. Да будет так. А так и есть. Дракон закончил. Инсектоид закончил. Закончил. Хорошо. Ну что, будем отпускать тогда, да, Вера? Давай еще просканируем. И включается сейчас скан на сканирование семи тонких тел Марины. Один, два, три. Все чужеродно, не относящаясь к ее энергетике, моментально находится и загорается яркими красными маячками. Пошел скан. Все чисто. Хорошо. Арахноид, готова уходить? Да, готова. Арахноид, забирай все, что ты оставил, и больше никогда в это тело не приходишь. Я буду его проверять. Если я тебя второй раз найду, ты никуда уже не уйдешь. Найди себе новое место обитания. Понятно? Да, ему понятно. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. И арахноид уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. Переходим на частоту инзиктоида. Инзиктоид готов уходить? Готов. Больше в это тело не приходишь. Оно для тебя закрыто. Я буду проверять. Все понятно? Да. Открывается наверху портал на частоте инзиктоида. Один, два, три. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою частоту. Готов. Хорошо. Демон готов уходить? Готов, демон уходить. Что, даже лярва не попросишь? Гордый? Он же забрал. А, забрал. Хорошо. Так, и открывается частота, открывается портал против часовой стрелки на частоте демона. Один, два, три. Демон уходишь, больше никогда в это тело не приходишь. Я его буду проверять. Закрывай, печатай, растворяй. Пошел. Черт готов уходить? Черт готов. Открывается внизу портал на частоте черта. Один, два, три. И черт уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Готов. Так, ну что мне с тобой делать? Установить на тебя вот это все сейчас и включить на полную мощность, поставить тебе свои печати. У меня их много. Не надо. Это был урок для меня. У тебя был урок... Люди становятся умней. У тебя был урок другого плана. Ты перешел границы, которые нельзя было переходить. И единственное, о чем ты жалеешь, это то, что я тебя нашел, а не то, что ты сделал. И вот это тебя практически отличает от нас. У тебя нет чувства сожаления. Ты единственное, что недоволен, это то, что мы тебя нашли. А зря ты так думаешь. Я не думаю, что ты настолько развитый, чтобы ты мог испытывать, если ты сознательно такую боль причинял человеку с кляпом, со всеми вот этими вещами, с пластинами, с печатями, с контрактами. И склеивала ей тонкие тела, и ты говоришь, зря я так думаю. Ну, где здесь логика? А я перегнул палку. Ну, вот и я сейчас пытаюсь ее не перегнуть, в отличие от тебя. Хорошо. И все, что сейчас принес дракон, все его кирпичи, все вот латы, все выходит в центр комнаты. Один, два, три. Все килограммы, все, что он там установил. Есть. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Все улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, дракон. Так, ну что, отпускать тебя? Или не отпускать? Или хочешь остаться? Можем тебе клетку в углу? Отпусти, мне давно пора. Хорошо. Ты никогда больше даже не подумаешь прийти в это тело. Никогда. Если мне человек позвонит и скажет, у него болит голова, или она себя чувствует плохо, я тебя через 10 минут достану. Тогда ты уже никуда не уйдешь. Я не вернусь. Хорошо. Даешь свое честное драконье слово? Да, ты можешь получить его. Хорошо. Я знаю, что такое слово дракона. Хорошо, дракон, возвращая тебе твои размеры на счет 3, 1, 2, 3. Он ей кланяется. Хорошо. Марина, перед вами дракон принес извинения. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. И дракон уходит на свою чистоту, безболезненно забывая дорогу назад. Закрывай, печатай, растворяй. Все-таки она ангел. Крылья появились, да? Появились, но у нее цвета очень яркие, не светящиеся, а именно наполненные такие сочные цвета. Сейчас вышли крылья. Небольшие. Хорошо. Синхронизируется энергия в рации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Она говорит, что я не ангел, у меня столько всего намешано. Хорошо. Мы закончили чистку Марины. И будем переходить сейчас. У нас остались 10 вопросов к ее куратору. И я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашаю к нам куратора или учителя 1978 года, воплощенной на Земле. 1, 2, 3. Наша женщина. Мы приветствуем. Снимаются все маски и голограммы. И мы приветствуем куратора или учителя Марины. Представьтесь, пожалуйста, с кем имеем честь. Она богиня Эллада. И она говорит, привет, сестренка. Богиня Эллада. Мы приветствуем богиню Эллада. Она говорит, что Марина, это в ней есть часть души. Это ее душа, когда создавалась, а богиня Галатея дала ей какую-то свою часть. Очень хорошо. Благодарим вас. Богиня Эллада. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня произвели чистку вашей подопечной. Вытащили из него всяких сущностей. Дракон сидел очень долго, 15 лет. Она боролась все эти годы, наконец нашла дорогу. К нам мы смогли ее почистить, заполнили ее энергиями, убрали все негативное. И Марина изъявила желание задать 10 вопросов своему куратору или своему учителю. Будете ли вы так любезны на них ответить? Ну вот они сейчас смеются обе. И Марина говорит, что только на этой земле не увидишь. Она все знает лучше. Лучше нас и лучше Эллада, наверное. Но Эллада готова ответить, да. Хорошо, Эллада. Посмотрим. Знаете вы такие вопросы или нет, которые Марина захотела вам задать? Потому что я ее попросил переписать. Я их она два раза переписывала. Некоторые вопросы имели материальное зерно. А я знаю, что вы не будете на них отвечать. Хорошо. Первый вопрос. Что я должна сделать, чтобы повышать свои вибрации и наладить связь с куратором? Прошу вас. Смеются он. Хорошо, говорит, я расскажу. Начни с чистых мыслей. И все, что будет на тебя влиять негативно, старайся останавливать и не пускать. У тебя есть определенная сила. Она как волна останавливает весь негатив и не запускает в себя. Такая, как она показывает, вокруг нее, из нее бесцветный такой поток плотный идет и останавливается где-то сантиметров 60 от нее может быть. И вот этот плотный поток ее, как энергия, но она такая бесцветная, он останавливает весь негатив и не пропускает внутрь. Если она такой вот плотный вокруг себя барьер научится выставлять, вот этот негатив не будет достигать того уровня, где понижаются вибрации. Ее вибрации останутся на каком-то определенном уровне, укрепятся и начнут повышаться со временем. Благодарю вас за этот интересный ответ. Нам, кстати, сегодня черт то же самое сказал. Он зашел к ней, посмотрел, как она реагирует на эмоции и вибрации, можно ли их понизить, смог их понизить. После этого он пригласил 20-герцового демона, и они там уже начали вместе работать. Все верно, вы абсолютно правильно сказали. Благодарю вас за этот развернутый ответ. Она говорит, что это из-за ее сочных энергий. Да, да, это скорее всего да, и ни одна сущность, конечно, не признается. Знаем, к сожалению, в самом конце, какие у человека энергии, а они все знали, конечно, что они подключились к такому каналу. У нас и первородные души бывают, и их тоже очень любят из-за этой яркой энергии, которую Творец дал им. Благодарю вас, богиня Эллада. Я могу туда переходить к следующему вопросу, ко второму. Пожалуйста. Второй вопрос. Есть ли у меня способности, которые нужно развивать в помощь себе и люди? Если есть, то какие? Твои сильные энергии. Ты должна их чувствовать. Этими энергиями ты можешь как принести пользу, так и вред. Энергия сама по себе, безусловно, нейтральная, но намерение, наверняка, меняет цвет энергии. Вы это хотели сказать? Или можно не рассчитать силы? Не рассчитать силы. Вот. Это очень важный момент. Хорошо. Управление энергией, Марина, вы услышали. Я перехожу к третьему вопросу, если вы закончили. Закончил. Третий вопрос. Перед тем, как я задам, я должен сейчас сделать такую маленькую пометочку. У нее сидел 15 лет дракон, который к ней подошел в образе святой женщины. Может быть, матери Божией и так далее. И с этим, скорее всего, связан этот вопрос. Я просто объяснил под оплеку его. Контекст. И третий вопрос. Я общаюсь с душами и вижу Иисуса, три вопросительных знака, правда или это вымысел подсознания моего? Я не знаю, что транслировал дракон, но у тебя есть возможность общаться с душами. Благодарю вас. Хорошо. Переходим к четвертому вопросу, если вы закончили. Мне интересно все это озвучивать. Дело в том, что Марина сама все это знает. Она хочет подтверждения, правда это или вымысел подсознания? У нее есть такая возможность. У нее есть такая возможность общения с душами. Хорошо. Благодарю вас. Я бы сказала, не возможность, а сила. Сила. Четвертый вопрос. Чем мне нужно заниматься на Земле в этом воплощении, чтобы прожить достойно? Ну, они сейчас смотрят друг на друга. И Марина говорит, да знаю, знаю я развитие души. Для этого я и пришла сюда. Ну, сама я ответила. Она знает об этом, безусловно. Я тогда перехожу к пятому вопросу, если вы еще что-то хотели добавить. Пожалуйста. Любые души, даже самые развитые, приходят на Землю, чтобы получить какой-то опыт. И чтобы прожить достойно, надо достойно развиваться. Что такое развитие? Это искушение. Это ошибки. Кармические узлы. Только так получаешь опыт. Благодарю вас. Скажите, пожалуйста, богиня Элада, а с какого уровня, на каком уровне Высшая Я находится сейчас, Марина? С семнадцатого. С семнадцатого. Довольно. Очень высокий уровень. Благодарю вас. Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Если вы закончили. Да, закончил. Хорошо. Так, пятый вопрос. Смогу ли я защитить свою семью, сына и дочь в будущем? Ты мать, ты сможешь. Благодарю вас. Шестой вопрос. Прошла ли я свой кармический путь? Если нет, то сколько осталось пройти? Здесь, скорее всего, вопрос, сколько кармических узлов у нее в этой жизни и сколько еще осталось пройти? Она, знаешь, показывает еще, по предыдущему вопросу, вот эти энергии свои яркие, она окутывает этими яркими энергиями детей, про защиту детей. Это работает для каждой матери. Это каждая мать может делать со своим ребенком, если, конечно, она самочистая. Если там находится какая-то сущность, она, безусловно, мало сможет кого защитить. Просто они у всех такие сущные энергии. Она их распространяет прямо на своих детей и овала. Она делает кокон вокруг них и абсолютно правильно делает. Вот это и есть защита детей. И она действует. И чем сильнее намерение, чем сильнее ее убеждение и вера в то, что она делает, тем сильнее защита до 16 лет. А дальше ребенок должен сам идти. Поехали дальше. Вы закончили, богиня Галада? И даже дальше мать всегда может защитить. И даже дальше. Просто мы до 16 лет детям не зачитываем манифест, не даем зачитывать. Это разные вещи. Это разные вещи. Хорошо. Благодарю вас. Материнская защита, она... На всю жизнь. На всю жизнь. И она всегда сильна. Благодарю вас. Итак, сколько у нее осталось кармических узлов? Вернее, сколько было и сколько осталось? У нее семь кармических узлов. Прошло пять. Ну, она хорошая себе взяла программу. Семь кармических узлов. Это довольно серьезные намерения проработать очень большие проблемы в этой жизни. У нее есть силы для этого. У нее есть для этого силы. Все дается по силам. Безусловно. Благодарю вас. Я перехожу к седьмому вопросу. Мое воплощение на Земле, последнее мое воплощение на Земле. Какое оно было? Кем я была? Где жила? Чем занималась? Чем-то занималась. Этим и занималась. Она показывает какое-то хранилище с книгами. Библиотека. У нее есть все эти знания. Она знает манифест. Этим и занималась. А когда она жила? Где жила? В Ватикан. Она была мужчиной? Да. Какие годы? Какая должность? Это высокий уровень. Если она работала тогда в книге, так это только, может быть, библиотека Ватикана. 1615. 1615 год. Библиотека Ватикана. Очень секретное место. И до сих пор на Земле никто не имеет права туда зайти без личного разрешения Папы Римского. А она там работала. Очень интересно. Благодарю вас, уважаемая богиня Лада. Я тогда перехожу к следующему вопросу, если вы позволите. Она вот показывает, у нее с Ватиканом как-то вся жизнь связана была с детства. Потом юношество. И вот постоянно бегала она в эту библиотеку. Там есть разные уровни доступа. Безусловно, но даже любые. И в наши времена там собрана самая важная информация, которая... А в те годы я вообще себе не могу представить, было ли на Земле еще хранилище таких знаний, которые Ватикан. Ватикан же не все освещает, не все знания показывает. Было еще два хранилища. Еще два хранилища было, да. Благодарю вас. Очень интересно, богиня Лада. Я думаю, ей будет и Марине будет интересно. Хорошо. Если вы позволите, я перехожу к восьмому вопросу. Продолжай. Восьмой вопрос. Найду ли я тайник, спрятанный бывшим мужем Александром 15 лет назад? Это важный какой-то для нее очень вопрос, и ее это тревожит. Она говорит, что я отвечу вопросом на вопрос. А есть ли тайник? Какая-то информация идет пустоты. Понятно. Может быть, и не стоит искать того, чего нет? Да не мне решать. Безусловно. Хорошо. Я понимаю, вы больше не можете дать информации по этому вопросу, да? Нет, не могу. Благодарю вас. Хорошо. Девятый вопрос мы уже ответили. Здесь какого уровня? Вопросы будущего многогранны. Многовариантны. Мы в курсе об этом. Может, даже и не к лучшему привести какие-то знания. Благодарю вас. Мы все воспринимаем так, как вы говорите, так, как есть. Хорошо. Восьмой, девятый вопрос мы ответили. Ее интересовал уровень высшего я. И последний, десятый вопрос. Чего мне нужно остерегаться в этом воплощении на Земле? Подожди. Пожалуйста. Она отвечает еще на предыдущий вопрос, что это не знание, это не знание будущего, это то, что может забить мозги и оставить неприятный след в голове. Поэтому я ограничусь таким ответом. Я думаю, она поймет то, что вы хотите ей этим намекнуть. Мы не будем тогда это озвучивать. Она сама должна понять. В конце концов, она может с вами связаться, как со своим куратором или учителем, и вы ответите ей доверительной беседе над все ее вопросы. Я так думаю, богиня Лада. Всегда пожалуйста. Вот. Для этого мы здесь и собрались, в принципе. Для того, чтобы открыть ей дверь к вам, а вам к ней. И мы очень рады. И мы очень. Мы, в принципе, десятый вопрос у нас остался. Чего мне следует остерегаться в этом воплощении на Земле? Грязи. Все? Знаешь, она показывает человеческая грязь. То есть плетни. На языке крутилось? Только так, как хотел. Они такими черными, как... Прилипают. Не прилипают, они вот заходят в биополе и черняют. То есть такими, как потоками заходят и окутывают. Чернота. Вот этой черноты надо бояться. Мы еще от себя, из опыта, можем добавить. Даже смех над кем-то, это является этой энергетикой. Высмеивание кого-то, чего-то горя или радость за какое-то, это тоже является, к сожалению, этой негативной энергетикой. Поэтому держать чистые свои мысли, не сплетничать, не подвергать себя таким опасностям. Ну, вот она и говорит, что не теряй свою радость и позитив. У нее 15 лет, дракон радость воровал. Мы там столько у нее сегодня радости забрали по каналам. Стояли 5 минут, ждали, пока он за 15 лет с нее насосался. Но теперь все уже, это и закончилось. Уважаемая богиня Эллада, если вы хотите сейчас лично что-то передать Марине, это был бы самый лучший момент. А знаешь что, Марина, вот она сидит, она подперла руку, подбородок вот так рукой. Она вот эти сочные энергии все она слушает. И она говорит, что когда ты упоминаешь дракона, она говорит, что это был ее определенный карамический узел на тонком плане. А вот как. Значит, мы прошли вместе этот узел тогда, получается. Помогли закончить с ним. Да, говорит, так и получается. Она ничего ей не будет передавать, потому что у них прямая связь. Они очень сильно спокойно, они могут друг с другом связываться. Хорошо, уважаемая богиня Эллада. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Все кураторы, все учителя, которые приходят к нам на Землю, мы всем дарим подарки. Я прошу вас пожелать любую мыслеформу, любую продукт на Земле, чистую воду, молоко, яблоки, фрукты, все что угодно мы можем вам здесь материализовать и хотим вам передать в знак благодарности от нас. Скажите, что вам было? Оливки и сыр. Вот, хорошо. Какой сыр? Греческая фета. Греческая фета, Вера. Ты же в Греции жила, ты же знаешь, как она выглядит, да? Знаю. Отлично. И давай сейчас сделаем такую красивую сумочку. И там все сорта самых лучших греческих оливков. И вот эта фета, большой кусок. Один, два, три. Все свежее. Но она смеется, говорит, слюнки потекли. Могу я это забрать? Это мы для вас и сделали, уважаемая богиня Эллада. И кроме того, Вера, в твоих руках появляется наша традиционная корзина с самыми вкусными фруктами, ягодами, которые есть на Земле. Это единственный чистый экологический продукт у нас. Поэтому примите его, пожалуйста. Один, два, три. Это от нас. Как приятно. Благодарю. А нам было приятно общаться с настоящей богиней Элладой, которая стоит везде. Написано. И все думают, что вы не существуете. Я прошу прощения. Ну просто мифология нас на Земле, безусловно. Такие вещи. Мы-то видим, вы здесь. Мы очень рады. Вы были человеком или вы родились в божество? Можно вас спросить? Родилась. Отлично. Хорошо. Мы не смеем больше вас задерживать. Благодарим вас. Посылаем вам нашу искреннюю энергию благодарности. Благодарим за то, что вы пришли. Ответили на вопросы вашей подопечной. И надеемся, ваша встреча скоро состоится с ней уже на осознанном уровне. Со стороны Марины. Благодарю вас и прощаюсь. И мы прощаемся с вами. Желаем вам всего наилучшего. Будем возвращать тогда сейчас Марину. Хорошо, Вера, ты готова? Да. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Марины в систему. Биоробот душа заводим. Подключаем ее к каждому внутреннему органу, каждой клеточке. Из виленки головного мозга идет стопроцентная синхронизация энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Вот Марина, она зашла, не зашла, а как в середине Биоробот стал, в середине тонкой копии. И она как вдохнула в себя все эти энергии. И у нее все по чакрам. Там это прошло. Полная синхронизация. И от нее свет идет. Третий глаз открыт у нее. И наверх идет космический канал открыт. Замечательно. Вспомни, в каком состоянии мы ее подняли. Хорошо, Верочка, тогда отключаемся от Марины. И перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Я здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА